На днях я проанализировал 23 список противодействия запрещенным модификациям. И сейчас попытаюсь вкратце высказать свое мнение, надеясь на то, что разработчики проекта War Thunder прислушаются к нему. Понимаю, что работа по выявлению и блокировке нечестных игроков это очень трудоемкий процесс. Особенно с учетом того, что по неофициальным данным ежемесячно происходит приобретение запрещенных модификаций приблизительно на 27 тысяч ПК. Это доказывает, что проблема запрещенных модификаций игры действительно серьезная. И поэтому, на мой взгляд, разработчикам необходимо увеличивать штат не только волонтерам, но и квалифицированных сотрудников. По сравнению с прошлым годом, случаи использования запрещенных модификаций значительно участились. Помню, как в марте 2017 года, после того, как разработчики признали проблему и создали сервис трансляции и повторы, вышло третье противодействие запрещенным модификациям, в котором был открыт список заблокированных персонажей, состоящий аж из 568 аккаунтов. И вот, после него, целый месяц, как в рандоме, так и в полковых, была полнейшая тишина и спокойствие. Но спустя какое-то время, все началось заново. После летнего периода отпусков, осенью, этих упырей, использующих запрещенные модификации, стало так много, что уже даже я не успевал просматривать все повторы боев, в которых мне попадались подозрительные игроки. И 90% из этих подозрительных игроков были те самые нечестные и несчастные рукожопики, с которыми я уже борюсь около двух лет. После такого наплыва, мне пришлось организовывать волонтерское движение по выявлению этих нечестных игроков. На этом канале, в комментариях, можно оставить информацию со ссылкой на серверный повтор и ник подозреваемого игрока. И я обязательно обращу на него внимание. По аналитике 23-го списка противодействия запрещенным модификациям, скажу вкратце. Из 166 аккаунтов, только 53 имеют более 700 сыгранных боев. Из этих 53, 22 аккаунта, это те, которые играли в реалистичных боях. Из них только 10 аккаунтов, статистика которых была 70 КПД и выше. И 31 аккаунт из аркадных боев. Подведем итоги. Исходя из этой проверки, мы видим, что эффективность блокировки составляет 32%. То есть, 2 третих от общего количества заблокированных аккаунтов являются практически пустыми. Радует только одно. Это то, что разработчики не сидят с ножа руки, а работают над этой проблемой. И мы надеемся, что эффективность их работы будет только повышаться. А такие игроки, как я, будут всячески им помогать и стараться не мешать их работе. Если бы мы узнали тонкости их работы, мы бы смогли свести к минимуму наши помехи и исключить все медвежьи услуги. Я верю в проект War Thunder и предложил все усилия для того, чтобы он стал еще лучше. И надеюсь, разработчики также приложат максимум усилий для улучшения проекта War Thunder. Желающие могут посмотреть видеоотчет до конца. А в конце ролика я задам очень важный вопрос разработчикам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok значит вы его не внесли с какой-то целью. Ребят, ну это палево. Я думал, вы не тридцатые. А получается, что вы покрываете нарушителей. По DarkDocker. Смотрим. Копируем ник. Вставляем его. И в списке выбираем DarkDocker. Смотрим. Уровень 7. Тата регистрации. 8 февраля 2015 года. То есть, на момент блокировки этот аккаунт уже был создан, но почему-то он не заблокирован. Боев минимум. То есть, получается, игровой аккаунт обнулен. Почему? Непонятно. Ответ знает только Гайдин. По второму игроку. Мистер Миха. Этот игрок был известен тем, что играл на зенитке в полковых боях и снимал самолеты при подходе к танковой карте на расстоянии 3-4 километра. Давайте поглядим на этого игрока. Такой у нас один. То же самое. Уровень общий. Уровень 2. Что произошло с этим аккаунтом знает только Гайдин. Аккаунт также обнулен, но дата регистрации его уже 13-го, 0-7-го, 16-го года. То есть, июль. То есть, здесь произведены какие-то манипуляции с аккаунтами. Гайдин, надеюсь, вы разберетесь в этом вопросе и примете правильное решение. И по третьему игроку это у нас Cyberswan. А вот по игроку Cyberswan вообще крайне интересная информация. Этого игрока нет в списке. Далее передали один скриншот с форума на котором видно вот он, этот скриншот что игрок с ником Лей Глемс в какой-то теме публиковал сообщение. Ему игрок с ником Квинговод ответил и в описании ответа имя указалось не Лей Глемс не Лей Глемс а Cyberswan то есть это обозначает что Cyberswan действительно когда-то этот игрок Лей Глемс имел имя Cyberswan как мы знаем все ники все вернее аккаунты игроков присваиваются всем аккаунтам идентификаторы и когда-то вы меняете ник идентификатор не меняется. так вот так же и в этом случае мы видим что один общий идентификатор но ники разные это было еще в май 16-го года как раз аккурат после блокировки но он почему-то не был забанен Cyberswan и насколько если я не ошибаюсь конечно этот игрок был альфа-тестером группа тестирования номер один в War Thunder так вот почему он не был заблокирован надеюсь Гайдзин нам расскажет хотя навряд ли ну далее смотрите теперь давайте пропишем сейчас его ники в Thunderskill так я его заранее прописал вот он Cyberswan пустышка то есть также обнуленный аккаунт сейчас мы поглядим да такой же пустой аккаунт как и у DarkDocker и у Мистер Миха также вот дата регистрации сразу после блокировки странно да ребят а вот аккаунт который Лей Глемс это действительно аккаунт был полку ГОВ мы можем посмотреть историю смены полков вот как раз 25.05 он туда зашел и вышел как раз перед самой блокировкой 12.02 или во время блокировки я уже не помню там создавалась целая коалиция по противодействию этому полку ГОВ которые уже на такой степени образдели что они уже в полковых на полном морозе стреляли через дома за 3 километра стреляли по Самаре его там ну наглости их не было границ ужас стопорили но в итоге их заблокировали лишили всех титулов но некоторые игроки ушли от ответственности это такие как вот CyberSwan Mr.Micha и DarkDocker вот смотрим его досье Бог Нести Бог войны наиграл он я офигею сколько чем это все закончится неизвестно информация продолжает поступать так что Гайдзин мы ждем от вас ответа всем ребят спасибо за внимание спасибо всем кто поддерживает меня до новых встреч